У нас уже наступил декабрь, и это значит, что я начинаю снимать рождественское видео, потому что считаю, что это самое чудесное и сказочное время. Нью-Йорк уже, конечно, приготовился сильно заранее, уже с 1 ноября были украшены все улицы города, все витрины магазинов, и даже уже зажгли самую главную елку возле Рокфеллера. Конечно, декорации каждый год одни и те же, но, тем не менее, мы всегда же ждем этот период, этот сезон наступления праздников, поэтому, в любом случае, всегда приятно вновь погулять по красивому городу. Но посмотрите, какая сегодня здесь красота, погода просто радует, мне такое ощущение, что на улице весна, вот, но будем нагуливать себе, в общем, праздничное настроение рождественское, потому что завтра вообще будет плюс 16, и вроде бы даже дождь, но такое, как бы, солнышко безветренно, и вообще просто супер-супер классно. Посмотрите, какого снеговичка я урвала в Старбексе. Маленькая елочка 30 долларов, большие по 60, да? Вот такая 60 долларов? Слушай, классная, да? Вау, так вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Какие здесь просто прекрасные елки, как из кино. Они такие с мелкими этими иголочками. Это елки, правильно, да? А у нас в России сосны. Ну, таких у нас точно нет. На сегодня у нас миссия номер один – это купить елку, и миссия номер два – поехать на Рокфеллер-центр. В Нью-Йорке по всему городу, конечно, очень много вообще елочных базаров, и, в принципе, на Манхэттене елки будут дороже, чем в Бруклине. И вот на улицах прям стоят такие типа как лотки, и в них продаются елочки. Ну, типа так же, как у нас, да, в России. Вот. Но мы приехали в большой магазин товаров для дома, который называется вот так вот Home Depot. И здесь продаются елочки по очень хорошим ценам, и они все такие вообще просто пушистые, как из фильмов. И запах здесь, конечно, стоит вообще обалденный. Пахнет прям настоящими такими елками. Здесь вот можно купить такие веночки маленькие по 16 долларов, большие по 35. Просто вот такие вот типа горшки, как цветочные, и там елочки посажены. Вот такие вот классные по 50 долларов елочки. Они прям там землей, и вот сразу идут с игрушками, бантиками. Вау! Вот это очень красиво. Да, очень. На нее еще поставку нужно отдельно купить, да? Вот таким вот образом мы возим елку с базара. Сейчас эта милая дама подрежет нам веточки, чтобы они полезли в подставку, запакует елочку, и мы повезем ее, не знаю как, наверное, на крыше. Да-да-да-да! Просто оцените уровень нашей находчивости. Прицепить елку скотчем к машине. Но я надеюсь, она не свалится. Нам до дома ехать недолго. Никогда, никогда не приезжайте на Манхэттен на машине. Это просто какое-то безумие. Мы просто полтора часа искали паркинг. Если честно, уже просто хотели все бросить и поехать домой. Нам просто из Бруклина сюда до Манхэттена ехать час. Плюс мы еще паркинг искали полтора часа. И вообще, я думаю, ну все, похоже, придется бросить и ехать. Но вот прям нашли одно место, где можно остановить машину только на 2 часа. Но он платный, естественно, этот паркинг. И после 2 часов нужно перепарковаться. Что там? Гринч развеселился? Возле отеля Плаза в этом году сделали немножко другую инсталляцию. Взря я сказала, что каждый год одно и то же. Тут пингвинчики такие ходят по ледяному царству. Вообще, обратите внимание на то, как долго длится листопад в этом году. А сам отель Плаза находится под реконструкцией. Конечно, они прикольно сделали в рождественский сезон. Мне кажется, ей нравится. Салвейшн Армий – это благотворительная организация, в которой каждое Рождество собирает деньги. Помните, в «Друзьях» была серия, где Фиби тоже стояла с такими колокольчиками и собирала пожертвования? И в общем, чем лучше ты будешь развлекать людей, тем больше пожертвований ты соберешь. Прям напротив собора Святого Патрика стоим. Я хочу за кофе. Раль здесь свой поставил уголочек. Смотрите, как классно, да? Шелкунчики стоят. Это вот напротив, где Атлан. Встала в очередь за кофе, но на самом деле подумала, что ни разу в этом сезоне не пила горячий шоколад. О, да, это моя. Посмотрите на эту милейшую просто кружку мою с горячим шоколадом. Главная елка этого города. Поговаривают, что она весит 12 тонн, но я не удивлюсь, потому что вот эта наверху у нее звезда Сваровский, она только весит 400 килограмм. И как обычно, торжественно, каток внизу. На улице вообще теплота, катки открытые. Серегида по кофе, софkin-шоколадом. Весили. Субтитры делал DimaTorzok Здесь днем, чтобы все поснимать немножко Но пока мы искали парковку, уже у нас темнеет очень рано Поэтому застали только вечерний город Но это тоже неплохо, потому что посмотрели сейчас шоу на универмаге Сакс И, конечно, вечером здесь совсем другая атмосфера Более красочно все эти лампочки и так далее Нью-Йорк, конечно, прекрасен в Рождество Вообще, просто сказка Сегодня у нас уже 25 декабря Наступило католическое Рождество Так что поздравляю всех причастных к этому празднику Первый раз мы в районе Дайкер Хейтс Днем обычно всегда приходили вечером А потом вот эти вот фигурки, это как в шкатулке Крутятся девочки с двух сторон Вот вечером, конечно, здесь все более интересное С гирляндами зажженными Оцените просто уровень подготовки американцев к Рождеству Стоят на верху щелкунчики Поют снеговики Каждая веточка обмотана гирляндой Говорят, что счет за электричество им приходит где-то от 5 до 8 тысяч долларов в этот сезон Вот, но, в принципе, украшают эти декорирующие компании специальные Если там перегорит какая-то лампочка в гирлянде, они приедут, все поменяют Видите, как этот дом преобразился после Хэллоуина Я здесь снимала Здесь такой просто был крипи хаус И было всяких куча некрасивых человечков А теперь печеньки, Дед Морозы, Гринчи, щелкунчики Теперь красиво По мне, так вот это вот самый стильный дом Они не переборщили с декорациями Просто сделали все очень со вкусом И какой у нас сегодня закат красивый Даже там верозаны немножко видно Вот этот дом прям очень-очень такой красивый Я почему-то раньше его не замечала Не хочется заглядывать к людям в окна Но обратите внимание на это окно На нем, видимо, такая скамеечка, подушки И там люди сидят со своим рождественским ланчем Ужином Люди, кстати, не против, в принципе, что тут все ходят И заглядывают к ним во двор Они, в принципе, для этого все и делают Чтобы, как бы, порадовать жителей И украшают эти, как бы, дома И у них специально открыты окна, шторы То есть, как бы, они не скрываются тут За тридевять земель, за заборами и так далее Не забыла вот про этот дом Который самый-самый прям Возможно, это, по-моему, даже первый дом Который вообще начали украшать в Дайкельхайз Видимо, за то время, что, когда они начали делать первые декорации Они накопили с каждым годом все больше и больше их Теперь здесь такая красота Субтитры сделал DimaTorzok